ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Ещё один шаг на пути цифровизации водительских документов. Появилось мобильное приложение Госуслуги Авто, которое пока работает в тестовом режиме. Разработчики говорят, что после скачивания и регистрации на экране смартфона появляется электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Её, вернее QR-код, разрешается даже предъявлять инспектору ГИБДД. Правда, наличие традиционного свидетельства обязательно. ТРАССА СТО ОДИН Появился, как его называют, окончательный список требований к средствам индивидуальной мобильности, разработанной Министерством Транспорта. В частности, там говорится, что на электросамокатах, гироскутерах, моноколёсах и других штуковинах нельзя будет передвигаться со скоростью выше 25 км в час. Ехать разрешается по правой стороне проезжей части при условии, что у устройства имеются тормоза, звуковой сигнал, светоотражатели и фонари. Если СИМ весит больше 35 кг, появляться на нём на тротуаре нельзя. ТРАССА СТО ОДИН Сотрудники ГИБДД, сообщает, «Автоньюз» стали чаще применять более строгое наказание к водителям, не имеющим полиса ОСАГО. Они не просто выписывают штраф в 800 рублей и отпускают шофёра, но ещё и оформляют требования застраховать авто. Если с таким багажом попасться ещё раз, то можно получить до 15 суток ареста за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Прецедентов таких много. ТРАССА СТО ОДИН КАМАЗ всерьёз намеревается начать серийный выпуск компактного электрического кроссовера КАМА-1. Планы могут быть реализованы в 2024 году. Машина была представлена в конце прошлого года. Оснащается она электромотором мощностью почти 110 лошадиных сил, запас хода 250 километров. Внутри могут поместиться 4 человека. Ожидается, что стоимость новинки не превысит 1 миллиона рублей. ТРАССА СТО ОДИН В муниципальной организации, обладающей автомобильным парком, рано или поздно встаёт вопрос о списании транспортных средств. Какой порядок здесь предусмотрен, пояснит руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Для муниципальных предприятий мы проводим оценку целесообразности дальнейшего использования транспортных средств, то есть списания. Для этого руководитель должен к нам обратиться с письмом. В дальнейшем мы заключаем договор, едем, осматриваем машины и мы составляем смету по восстановительному ремонту, по рыночной стоимости, делаем заключение о нецелесообразности дальнейшего использования данного автомобиля. После этого они могут списывать и ввести его в утиле. Порядка 7-10 дней. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхакирова». До свидания. Трасса 101 Продолжение следует... Продолжение следует...